Добрый вечер, уважаемые трейдеры! Приветствую вас на нашем традиционном вебинаре «Правильный понедельник», посвященном основным фундаментальным событиям прошлой недели. Надеюсь, что среди вас есть те трейдеры, для которых фундамент – это не пустой звук, которые понимают, что и новости тоже влияют на те события в плане движения, которые происходят на финансовых площадках. Их новости влияют и на рынок коррекса, и на рынок производных финансовых инструментов, и на товарное среди, и, собственно, и на фондовые активы. То есть, чем бы вы не спекулировали, фундаментальный аспект присутствует. Поэтому большое всем спасибо, кто не пропускает наши ежедневные брифинги. В основном ведущим выступаю я, но очень часто меня подменяют мои коллеги, которые также снабжают вас информацией. То есть, мы не можем допустить того, чтобы вы остались без какого-то апдейта в рамках торговых дней. Я лично не могу допустить, чтобы вы начали работать с фундаментом, не помня то, что случилось на прошлой неделе. Поэтому, собственно, понедельник у нас – это тот вебинар, который мы традиционно разбираем в этот день в формате правильного календельника. Это, конечно же, акцент на самые важные события, акцент на то, что преемственность фундамента, она никуда не девается. Нужно знать историю, чтобы работать, опять же, с тем, что грядет, знать, что происходило раньше, чтобы пытаться максимально точно спрогнозировать возможные вероятные изменения в будущем. В общем, друзья, фундамент – это важное дело, на самом деле, простите за таттологию, но я не сомневаюсь в том, что многие и без меня прекрасно понимают, поэтому вы сейчас в обществе тех трейдеров, кто смотрит этот вебинар в прямом эфире. Напоминаю, что актуально, но на протяжении всей недели можно обращаться к целям, собственно, и завтра, и послезавтра, до пятницы. Запись вебинара будет доступна на нашем канале на YouTube сразу после того, как мы их закончим. И интереснее этот вебинар тем, что мы еще разбираем те события, которые впереди, кориду, охватываем, опять же, основной фундамент и уже потом на брейфинге детально его еще раз разбираем. Ну, друзья, я думаю, что те, кто хотел присоединиться уже с нами в изборе, те, кто не смог, посмотрят уже запись вебинара, которая, как я уже отметил, будет доступна после нашего с вами сеанса. Ну что ж, давайте начнем тогда. Начнем, как всегда, прямо с самого начала. Первая торговая сессия прошлой недели была начата с выходного дня в США и Канаде, ну, наверное, всем бы так, чтобы начиналась рабочая неделя. Но на волатильность, собственно, это особо не повлияло, потому что уже с первого дня мы видели, как движения были серьезными. У нас активы заходили, и волатильность была в рамках доллара, ну, хотя даже можно сказать, что основной все-таки фундамент был характерен для американцев. А потом мы уже разбирались в прочих активах, и даже, несмотря на наличие интересного фундамента по другим площадкам, мы понимали то, что первая, ключевая, основная причина их движения – это то, что происходило с долларом. Если у нас снижается доллар, в последние дни мы уже смирились и стойко с тем фактом, что на рынке не стабиль. Не значит то, что произошел какой-то структурный, масштабный сдвиг в рейтуре КПРС, и нас больше не готовят ни к росту пациентных ставок, нас не готовят ни к реформам, которые еще, будем надеяться, хотя бы в каком-то формате, будут претворены в жизнь до конца 2017 года. Мы понимаем то, что дело пахнет жареным, потому что что-то случилось. Если что-то случилось у нас на протяжении всего года, сразу нужно искать ответы. Там, в области, опять же, Северной Кореи, эскалации напряженности, очередных испытаний, ракетных, дел дошло до ядерных. Если идут эти испытания, они уже с какой-то ноткой, опять же, агрессии в адрес Соединенных Штатов Америки, уж так сложились отношения США, возглавляемый Дональдом Трампом, тоже нестабильный регион, особенно его не совсем обычную и, может быть, даже немного неправильную позицию. Хотя мы судить человека, занимающего такой ответственный пост, безусловно, не можем, да и не будем это делать. Но все равно мирополит должен быть в каждом из лидеров. И когда, собственно, мы видим проявление такой ракетной активности, позвольте мне такое словооборот использовать, и тут же острый комментарий Трампа о том, что мы готовы военными действиями решать то, что сложилось, мы готовы воевать. Опять же, это явно не то, что способствует, опять же, уходу в риск, в инструменты, но не валютной секции. Валютная секция – это отдельная история, и вы понимаете то, что, вот очень часто мне задают вопрос, как же так? Если мы говорим о спорченно-защитных инструментах, так почему же растут евро, фунты и так далее? Я надеюсь, друзья, то, что этот вопрос у вас не гложет, потому что если вы, собственно, на вебинаре, значит, могу предположить то, что так же и не пропускаете брифинг, и знаете то, что для валютных активов это, хотя бы немного другая логика. И валютные активы, наверное, в подавляющей своей части, они прежде всего повинуются тому, что происходит с долларом. Доллар – основной катализатор, и обычно, когда доллар снижается, не обычно, а всегда, можно сказать, в 99% случаев мы видим соответствующий отклик через роста рисковых инструментов евро, фунта, австралийца, новозеландца и так далее. И если доллар снижается, мы обычно видим спрос на такие защитные активы, как иена, мы видим параллельный рост франта, мы видим, как растет золото, как растут казначейские американские облигации, как растут цены. Это важное дополнение, потому что у облигационного рынка есть два компонента – это цена и, собственно, доходность, которую они показывают. Если у нас, собственно, снижается доходность эти публикации, значит, на эти бумаги есть спрос. Поэтому в игру вступают искусственные факторы, которые влияют на этот показатель, снижают доходность, чтобы этот спрос, собственно, отводить. Ну, здесь тоже, на мой взгляд, все поведение ясно и понятно. Если вернуться к геополитике, то мы до сих пор ее продолжаем разбирать, потому что до сих пор в центре, опять же, обсуждения Северной Кореи и США, которые стали чаще и чаще обмениваться острыми формулировками, что Трамп, что руководство Северной Кореи. В данном случае мы, скажем, между Молотом и Наковальем, мы те трейдеры, спекулянты, которые все-таки являются жертвой этого фундамента, потому что мы не знаем, когда прозвучит очередная острая формулировка, когда, собственно, скажем, будет обозначена еще одна фраза с такими тонами воинственными. Это то, что будет спровоцировать, опять же, спрос на защиту и выступать причиной слабости доллара и, соответственно, причиной роста прочих валютных активов соперничества, собственно, с долларом. Я думаю, что сегодня уже детально разобрал ситуацию на обликинге по поводу тех движущих сил, которые определяющими сейчас являются. Напомню, что для доллара их на самом деле немного, но значение каждого из них перед этим очень трудно. Это геопатическая напряженность, это неопределенность по поводу вопроса, связанного с решением по потолку по лимиту государственного долга. Это еще последствия стихийных бедствий. Между прочим, эта тема еще весьма и весьма актуальна, потому что вслед за Ирмой в Атлантике формируются новые ураганы, собственно, Хосе и Кать. Вот сегодня я общался с коллегами, интересную такую аналогию провели то, что это, по мнению, наверное, некоторых не совсем прогрессивно мыслящих американцев, гнев, который вызван, опять же, мексиканцами за строительство этой стены, название Хосе, собственно, урагана. И это месть русских, тоже вот название одного потенциального урагана Акадь. Ну, это так, просто для верного веселения, наверное, фундамент и мое дополнение. Конечно же, все здесь совершенно не является смешным. Любой факт стихийного бедствия – это серьезная проблема, особенно если это стихийное бедствие, начинающийся, собственно, ураган, который перетекает через тропический шторм, ураган совершенно, скажем, небывалых уровней, максимальных уровней. Вот пятая категория, по-моему, максимальная для штатов по сравнению с Ирмой, который, как вы знаете, и стало причиной многих человеческих жертв, и что касается экономического ущерба, еще его предстоит оценить, поэтому даже несмотря на рост доллара, который идет сейчас, я бы не торопился сейчас покупать американскую валюту, потому что все вот эти риски, которые я только что перечислил, каждый из них, может стать причиной потери доллара за общий короткий промежуток времени, 100, 150, может быть дальше больше пунктов, и к этому нужно быть готовым. Что касается, опять же, отчетов начала прошлой недели, все было начато со статистики по еврозоне, да и в целом можно сказать, что важная статистика еврозоны закрыла неделю, это суперчетверг, заседание Европейского центрального банка, публикация ставок и решение по программе количественного смягчения, об этом мы также поговорим. Но начиналось все с данных по индексу ценно-производителей, который является опережающим индикатором, насколько вы помните, показатели инфляции. Снизился индекс, довольно скромное значение, особенно серьезная просадка в годовом, 2% с 2,4%, и мы еще с вами в понеделье, точнее мы разбирали во вторник этот отчет, я уже предложил вам такой сценарий, что этот релиз является предвестником более слабого значения по инфляции, а значит, в четверг, который еще тогда у нас был на повестке, мы, скорее всего, услышали пересмотр прогнозов по инфляции, потому что иначе и быть не может. И наш прогноз с вами был прав, но вот евро, к сожалению, не потерял, а так как мы настраивались, потому что европейская валюта ничего не могла поставить, даже не могла использовать фундаментальную поддержку и риторики мяка, и риторики драги, чтобы, опять же, потерять стоимостные позиции против доллара, потому что доллар в данном случае возился гораздо активнее, и фундамент был более серьезным, поэтому европейская валюта только выиграла. Что касается прочих релизов, торговая сессия тормик у нас была открыта решением резервного банка Австралии 2-процентной ставки, 1,5%, все без изменений. По факту решения и публикации справедливого заявления мы, как австралиец, сначала перевалил за отметку 0,8, но удержаться там в начале недели не смог, последовала коррекция, там до отметки, по-моему, 0,7963. Я еще на прошлой неделе, да и до этого призывал вас внимательно смотреть на уровень 0,8, который является планкой, после которого восходящее движение будет серьезно пресекаться, опять же, той политикой, которая проводится и теми действиями, которые осуществляются и реализуются резервным банком Австралии. Прежде всего, это мягкая экономическая политика и уже неоднократно сделанное предупреждение всему рынку, что из этой политики выходить резервный банк Австралии не будет. Много раз у нас этот уровень срабатывал, мы отбивались от этой планки, но вот в конце прошлой недели пара в столице против доллара оказалась выше. Здесь, друзья, я надеюсь, вы понимаете, что причина кроется не в том, что что-то изменилось в эдонике резервного банка Австралии и каким-то чудом Австралия в ближайшее время пополнит число тех, опять же, регионов, в данном случае резервный банк Австралии число тех регуляторов, которые будут споняться в пользу жесткой монетарной политики, то есть пойдут по тропе ФРС и Банка Канады. Нет, ничего подобного. Я уже отметил в начале этого вебинара то, что рост валютного риска объясняется только слабостью доллара. Это правило работало на протяжении всей прошлой недели и на этой неделе, а, собственно, сегодня на брифинге я сделал акцент, что до четверга, когда нас ждут данные по инфляции, какой бы рост доллара бы ни показывал, он может базироваться на очень шатком основании и быть крайне нестабильным. То есть вслед за восстановительным движением может следовать такая же распродажная, опять же, секция и агрессивные продажи могут снова вернуть себе пару долларов японской иены ниже отметки 108. Поэтому, друзья, позволю себе сделать снова акцент на то, что не торопитесь сейчас с срочными покупками долларов, потому что тот самый фундамент, который мы обсуждали с вами на прошлой неделе, который в итоге загнал пару долларов иена ниже отметки 108, он все еще актуален. Может быть, трейдеры сейчас несколько поспешили, опять же, с уходом от того интереса, который может быть продемонстрирован в адрес защитных инструментов. Я не хочу, чтобы вы повторили эти ошибки. Да, безусловно, я тоже могу ошибаться, могу заблуждаться. Может быть, то восстановительное движение, которое сейчас показывает доллар, это начало, опять же, всей восстановительной недели, то есть изо дня в день на протяжении остатков торговых дней текущей пятидневки доллар будет расти. Вероятность этого цена и тоже присутствует. Но мы с вами выбираем фундамент и стараемся объяснять то, что может произойти и случиться с тем или иным инструментом, не только тем, что мы хотим, к примеру, чтобы актив пошел туда, а не в другую сторону, не только потому, что нам хочется видеть инструмент выше или ниже текущих значений, а потому, что у нас должна быть железная позиция, которой мы объясняем, как текущее поведение, эта железная позиция базируется, опять же, на коммуникальном анализе. Повторюсь, друзья, резервный банк Австралии наговорил очень много на прошлой неделе, но самое важное, что нужно усвоить, это наличие проблем с закабитованностью, с низкими заработными платами, приверженности прежней мягкой экономической политики. Поэтому, скорее всего, до середины 2018 года ставки меняться не будут. И австралиец в ближайшее время, как только американская валюта получит более-менее серьезный импульс для восходящего движения, и мы будем говорить о том, что наконец-таки появился фундамент, который можно оправдывать это ралли. Пока что его еще нет. Австралиец будет снова ниже метки 0,8, и вы в очередной раз по этой валютной паре сможете зафиксировать хороший профиль, если торгуют, собственно, этим активом. Я рекомендую посмотреть на эту валютную пару, если вы не проявляете решительность, отталкиваясь от конкретных важных технических уровней, но тогда смотрите за эмоциональным восприятием, где вам кажется уровень экстремального значения, точка кипения. Проводяя то, что по австралийцу, который сейчас торгуется гораздо выше 0,8, любое значение и любой уровень продажи на текущем моменте будет очень даже хорошей сделкой. Дальше у нас была активность по сфере слуха, по Англии 53,2 с 53,8. Статистика плохая, на самом деле статистика, которую мы должны были отыграть резким ослаблением фунта, но опять же в УГРУ вмешался слабый доллар. Поэтому логичная реакция на очень важный релиз и преименьшать его значение не стоит, потому что с первого слуха это больше 80% всего экономического роста Англии. Эта статистика пока что не привела к должной слабости британцев. Более того, пара прорвалась, пара фунт-доллар выше отметки 1,30 и сейчас находится на уровне 1,32. Это просто бешеный ажиотаж отношения британца, который сейчас очень многих убеждает в том, что фунт начал развитие повышательного ралли. И очень неверно принимать решение о возможности продолжения той или иной динамики только отталкивается от того, что происходит до сейчас. Это замечание еще сделал когда-то Уоррен Баффет, отметив то, что глупо покупать актив, когда он растет, и, соответственно, глупо продавать, когда он падает. Снова, друзья, делаю акцент на то, что нужно бдить, нужно следить за тем, что происходит, и нужно понимать, почему британец может оказаться снова ниже отметки 1,30. И надеюсь то, что показателю довольно скромным по активности в сфере услуг, очень скромным ожиданиям по экономическому восстановлению, затягивающие сенька нетрудные переговоры по Brexit, это, собственно, ответы почему-то подножку к АТОНКУ могут оказать, собственно, все вот эти атомномитальные составляющие. Не забывайте про это, особенно если это спекулируете британцам. Если вы продаете пункты и сейчас вынуждены работать с просадкой, но, наверное, вы понимаете то, что без просадок вообще не может быть торговли, и понимаете то, что если вы уверены в решении, которое вы приняли, а если вы уже продаете пункт, значит, вы наверняка уверены. Нужно быть преданным, собственно, своему подходу до самого последнего момента. Будем надеяться, что в том случае не найдет дело до такого последнего момента, когда мы увидим стоп-ауты по депозитам. Полагаю, то, что для вас правила риск-менеджмента тоже это не последний звук, если, конечно же, вы не человек, который рискует всем и сразу, в том числе и депозитами, которые закладываются по торговле на рынок Форреса. Ну, наверное, если вы присутствуете на вебинаре, знаете, что трендам нужно ловить на долгосходке, а попытка поймать тренды, охота за ними, она должна быть сопряжена с изначально принятыми, взятыми рисками того, что этот тренд придется рождать, находясь сначала локально какое-то время не в том направлении. Поэтому, друзья, с просадкой нужно уметь работать. Самое лучшее правило и самый лучший совет, который только можно получить, с этим это контролировать риски. Я рекомендую вам придерживаться максимальной загрузки по депозиту, не больше, чем 1,10 по плечу. Это в совокупности всех их сделать. То есть, если вы торгуете, скажем, 4 валютными парами, вы должны понимать то, что на каждую валютную пару максимальные потери, которые вы могли бы понести по депозиту, это 2,5%. Исходя из этого, открываете, конечно, тот объем, который с отручевой загрузкой, теми средствами, которыми вы располагаете. Если нужны элементарные правила, либо советы, уроки вот математики рынка Форекс, и не только рынка Форекс, у вас, если вы клиент нашей компании, есть персональные консультанты, менеджеры, вы всегда можете обратиться к ним за поддержкой, вам помогут, разобрать эту ситуацию, расскажут, какие объемы должны быть максимальными для работы на рынке Форекс с вашими депозитами. Я также уверен, что вы все это знаете, и без меня я уже наверняка воспользуюсь многократно рекомендациями наших профессиональных консультанций. Даллар японская иена. В счастье уже я коснулся того, что происходило с американцем Мыцом, увидели то, что доллар испытывал серьезный прессинг, был он вызван множеством сразу фонументальных причин, я сейчас не буду, но единственное, что добавлю, было еще локальное статистическое разочарование, и это разочарование было связано с выходом слабого отчета по промышленности по заказам в промышленном секторе, потому что они снили процента против резкого падения, опять же, еще месяц назад. Ну вот, друзья, я думаю, что с этой статистикой тоже нужно работать только в моменте, особо негатива здесь тренда выискать не нужно, потому что у нас будут заказаны товары длительного пользования совсем уж скоро, я надеюсь, что там ситуация уже изменится, тем более, что даже причиной вот этого слабого отчета были крайне низкие показатели по спросу на воздушные суда. Должна ситуация измениться, если это так, увидим уже по факту следующего религия. нефть тоже была крайне интересным активом на прошлой неделе, для того, что мы остаемся сейчас, мы наконец-таки увидели выход этого актива за пределы узкого канала консолидации, правда, произошло это пока что не в том направлении, в котором нужно было нам. Нефть торгуется сейчас выше отметки 53 доллара за баррель, в частности, во вторник, бренд коснулся прошлый вторник максимума с мая, 53-50, и рост был обусловлен, прежде всего, ожиданиями возобновления работы нефтеперерабатывающих заводов, которые снова могут привести к прежним, опять же, отчетам, прежней установке осил по запасам. Мы с вами долгое время ориентировались на то, что ураган Харби, который обрышился на Гусиканский залив, стал причиной перебоя в работе, 20% нефтеперерабатывающих заводов. Если нефтеперерабатывающие заводы не работают, значит, некому перерабатывать нефть. Если нефть не перерабатывается, значит, ее нагружают в хранилище, там она и накапливается. Так растут запасы, друзья. Рост запасов, по идее, это хороший повод, чтобы продать нефтянку, потому что рост запасов в данном случае отражает, конечно же, следствие стихийного бедствия, но с другой стороны, это еще и проявление низкого спроса. Я уже делал акцент на то, что мы сейчас работаем с теми цифрами, что на прошлой неделе, что и в эту среду. Это та уже статистика, которая полностью отражает последствия урагана Харби. Даже на прошлой неделе вы помните у нас, что по версии API, рост запасов был 2,7, что по официальной оценке Министерства энергетики США тоже статистика со знаком плюс. Но рынок нефт не отреагировал. Почему? Потому что уже буквально со вторника на рынке начали ходить страшенки по поводу урагана Ирма, который набирает обороты силы и постепенно смущается опять же к восточному берегу США, градясь отрушать всю вот эту мощь природного катаклизма, стихийного бедствия на Соединенные Штаты Америки. Поэтому участники рынка, не зная еще траекторию движения этого, даже не шторма, это урагана пятой категории, предположили то, что он снова может зайти и в Мексиканский залив, в гостиницу этого места. А если под ударом Мексиканский залив, то соответственно и объемы нефтедобычи, которые являются весьма значимым отчетом для рынка нефти и такой фундаментальной составляющей. Если у нас под угрозой производства нефти США, если каким-то чудом теперь окажется, что мы перейдем от какосрочных рисков, которыми я объяснил, почему нам нужно повременить с продажами и сейчас сделать больше акцент на покупку нефти. Если мы спустя, скажем, месяц найдем повод, из-за которого объемы нефти США будут снижаться, это маловероятно. Я думаю, что вероятность в районе 0%, потому что объемы добычи нефти США как минимум не сохранялись на очень высоких прежних показателях и пока что им ничто не угрожает. Но если такое случится, друзья, то сокращение производства нефти в Штатах – это один из самых важных, фундаментальных моментов, которые могут привести к развороту котировок нефти. Поэтому тот рост металл, который мы видели на прошлой неделе, он как раз и был. Опять же, изначально связан с допущениями того, что ИРМА может привести к резкому снижению добычи нефти в Штатах. И если это случится, тогда появятся снова надежды на эффективность усилия ОПЕК, на восстановление спроса и предложения и так далее. Но сейчас эти пока надежды не такие вообще состоятельные. Дальше идем. Что касается, опять же, релизов, дальше у нас в среду, в четверг, стоит отметить снова пару долларов японской еды. Почему отметить? Потому что у нас было решение Белого дома в Согрузке с Конгрессом по поводу повышения лимита государственного долга. Но это решение не о том, что лимит повысили, а это решение о том, что времени, скажем, для того, чтобы принять положение о таких изменениях, было перенесено сроки принятия решения по лимитам до середины декабря. То есть правительство США фактически выиграло время, которое нужно использовать сейчас, конечно же, с пользой. Нужно фиксировать показатели и доходных долговых инструментов, нужно опять же снижать ликвидность на внутреннем рынке, сокращать ее, нужно выедать обратно всю наличку, которая там накопилась. Если это произойдет, то первым сигналом, опять же, этих изменений станут действия после, точнее, баланса ФРС. Мы, кстати, их ждем уже на следующей неделе, то есть решение об этом. Но это тоже только лишь ожидания. К сожалению, ожидания в последнее время не очень часто оправливаются. Но еще страшного будем знать, когда все-таки будет не на нашей улице, когда ФРС действительно анонсирует сокращение баланса. И как только это произойдет, я думаю, что для доллара появится тот самый мощный, скомный драйвер, который станет переломом для дальнейшей динамики и сможет, соответственно, американца вытащить уже и выше, не то чтобы текущих значений, а снова позволит оказаться выше отметки 115. И честно говоря, друзья, есть основания полагать, что произойти это может уже совсем скоро. Как я уже отмечал в начале, собственно, возможно, даже этого вебинара, но нам не будет сегодня точно касаться этой темы. Мы локально продаем доллар до четверга. А в четверг уже подумаем, чтобы подкупить американца. Все это будет зависеть от того, будут ли ожидания по факту отчета по инфляции. По четверг я буду держать вас в курсе, вам не нужно вылазить по соткам новостей, я возьму у себя это обязательство. Если на рынке будет позиционирование того, что ожидается хорошая статистика по индексу потребительских цен, тогда мы начнем покупать снова доллар. Но важно, чтобы в четвергу уже ситуация подуспокоилась касательно последствий ущерба от ИРМы. Ситуация подуспокоилась уже касательно ситуации вокруг Северной Кореи и геопатическая бюджетная должна была пойти бы на склад. Не нужно никаких, в идеале бы, конечно же, нужно веру любых заявлений со стороны Северной Кореи либо США, но если обойдется без какой-то эскалации либо от формировок, это тоже будет достаточно, потому что рынок сам на этой ноте уберет тему про запасы и спокусируется на тех отчетах, которые будут на повестке. Из других релизов индекс силовой активности СМ всех перевестков в США 55,3 против подсчета 53,9. Это очень хороший показатель. Я надеюсь, что эту статистику вы не то чтобы прогнозировали, вы добавили ее в целый блок клиент, который готовит нас с очень хорошим показателем и экономическим ростом. По крайней мере, лучше, чем прогнозируют многие. И позволяет еще цепляться за идею того, что ФРС в 1 декабре процентную ставку. Но, опять же, очень мне хочется сейчас снова сделать на этот акцент. Я обычно так и делаю. Очень хочется мне сейчас, опять же, спеть очередной дикой рамбы американцев, отметить то, что у этого актива шансов на восстановление очень много, очень много фундамента для этого. Но я понимаю то, что у нас цели с вами по валютной паре на неделю, поскольку вебинар среднесрочный, не надолгословка. И пока что тот новостной фонд, который является более определяющим, это не тот фундамент, на основании которого можно сейчас сломя в голову просто бросаться в длинные позиции по доллару, покупать американца, ставя на то, что дальше будет развиваться чуть-чуть на восходящее движение. Я уже отметил те риски, которые сейчас превалируют над настроением трейдеров, и эти риски в прямом смысле могут за очень короткий промежуток времени, за час, может быть, чуть больше, чуть меньше, обвалить доллар там на фигуру. И, честно говоря, никто этому не удивится, потому что там все смогут найти объяснение, почему доллар просел, если это случится. Собственно, так мы мало-помалу подобрались к заседанию Европейского Центрального Банка. Заседание было довольно интересное. Почему? Потому что риторика, которую мы услышали полностью совпадала с нашим прогнозом, она была исключительно мягкая. Ну, по ставкам можно сразу сказать, что они остались без изменений. Вы помните, основная ключевая процентная ставка 0%, ставка по репозитам 0,4%. До решения по ставкам было параллельно еще уголкомно-сопроводительное заявление, где, собственно, представители Европейского Центрального Банка отметили, что, исходя из крайне высокого обменного курса, были вынуждены пересмотреть прогнозы по инфляции. Это тоже очень важное замечание, потому что, исходя из последнего прогноза, на 2018 год в лучшем случае на что ставит ЕЦБ, это достигнут показателей в 1,3%, точнее 1,2%. Это серьезная разница с целью 2%. Нам в начале этого года Европейский Центральный Банк обещал еще в середине 2018 года достигнуть 1,8%. Но сейчас ситуация кардинальным образом изменилась и продолжит меняться в негативную для евро сторону, если курс обмен европейской валюты продолжит и дальше находиться выше отметки 1,20%. Я не буду повторяться, с чем связаны вот эти риски высокого обменного курса. Если вы торгуете собственно европейской валютой, вы знаете, что фундаментально, конечно же, евро уже давно должен стоить ниже. И, может быть, вам уже многие про это говорили, очень трудно, опять же, работать, я сказал бы, таким очевидным пониманием того, что произойдет с евро тогда, когда евро показывает совершенно другую динамику. Но если вы знаете причины того, что происходит, я думаю, что какие-то департные комментарии, они излишни. Вы знаете, что на рынке прежде, чем все пойдет как по нотам, должно случиться то, что выбивает из клиники. В данном случае у европейской эволюции уже начинает формироваться такое позиционирование, когда многие трейдеры психуют и, разворачиваясь, верят уже в то, что рост европейской валюты продолжится. Это вот и есть тот самый переломный момент, который в психологии рынка форреса называется точкой кипения, опять же, индивидуального подхода, мышления, когда было четкое понимание, что должно было произойти, при этом рынок ведет себя иначе. Значит, то понимание, которое было раньше, оно было корр и неверно, значит, его нужно менять. Я уверен в том, что вы, если интересуетесь фундаментом, опять же, черпайте информацию не только о том, которую дает вам компания «Маркетс», но и в случае других источников, и, может быть, есть те, кто сейчас могут гордиться тем, кто давно рекомендовал покупать европейскую валюту. Но еще раз отмечаю, каждый раз, когда мне доводится пообщаться с людьми, которые смогли заработать на росте евро, на вопрос почему евро должен был вырасти, рекорд говорит, когда курс евро находится на отметке 1.20, о том, что это было предсказуемо. Но почему курс евро должен был вырасти, к примеру, с отметки 1.12, 1.15 и достигнутый фундамент 1.20, мне начинают в качестве договора приводить технику. Я такие аргументы всерьез не воспринимаю, друзья, потому что это, опять же, лишь попытка объяснить то, что уже произошло. При этом люди, которые абстрагируются от фундамента и делают акцент на долгосрочное поведение инструмента, подталкиваясь от техники, ну, это люди, которые заблуждаются. И да, им удается провести несколько прибыльно сделать за какой-то промежуток времени, они начинают верить в свои силы и в эффективность своего анализа. Но при этом фундаментальная составляющая она теряется. Она делает картину размытой, человек не понимает, какие тренды вообще должны господствовать на рынке и почему. Не забывайте то, что европейская валюта это прежде всего валюта, которая стоит за конкретным регулятором, отвечает за конкретную страну. И то, что происходит с этой валютой, влияет на регулятор и влияет на экономику. Это не криптовалюта, которая децентрализована, у которой нет имитента, а, соответственно, нету какой-то осмысленной причины, кроме как быть платежным средством, а причины, например, поддерживать стабильность финансовой системы. Как раз через обменный курс по стабильности поддерживаться. И видя то, что происходит сейчас в курсе европейской валюты, даже сам европейский центральный банк ничего не может поделать. Единственное, что делает акцент на то, друзья, опомнитесь, курс евро неспоставим с целями по инфляции. И если вы не поняли то, что мы вам говорили ранее, но это вопросов, опять же, можно было читать в комментариях и в том числе и в моей драке. Напоминаю то, что без достижения, либо хотя бы без формирования устойчивых инфляционных ожиданий, когда будет понимание, что инфляция постепенно растет, просто надо подождать год-полтора и она выйдет на цель. Без этих устойчивых инфляционных ожиданий Европейский центральный банк не сможет изменить вектор денежно-кредитной политики. Если он не может изменить вектор денежно-кредитной политики, ну, о каком тогда октябрьском решении ЕЦБ по поводу сворачивания указанного количественного смягчения вообще может быть идти речь? Сегодня на брифинге я тоже делал акцент на этот фундамент. Отметим вам, друзья, то, что я разбирал и видел протоколы, полные редакции, которые были сделаны по факту выступления Драги, собственно, первоисточника без какого-то, без дополнительных комментариев, без редакции Колобота Гембова. Это первоисточник, первоисточник данных от ЕЦБ и ни одного слова по поводу того, что Европейский центральный банк будет отказываться от экономической стимули. Поэтому, если бы не слабый доллар, который уже достал многие применения, в том числе, мы бы по евро уже давно видели бы значение гораздо ниже текущих значений. Но до тех пор, пока доллар, собственно, не обретет веру в себя, нам приходится находиться в режиме ожиданий. Как бы это глупо не звучало, но все равно, несмотря на развитие восходящего бычьего ралли по евро, приходится и мне, в том числе, постоянно говорить, почему евро – это тот актив, который обречен на снижение. И уж мощность текущих значений – это снижение разворота, он не загорает. Да, евро может вырасти на фигур, может быть, побольше еще. Но раньше, скажем, когда котировки держались выше отметки, точнее ниже отметки 1,20, ожидания по росту были более, скажем, оптимистичны у покупателей, потому что тогда сам европейский центральный банк не ссылался так активно на влияние обменом курсов на показатель инфляции. Сейчас это уже происходит. Если вы забыли математику, я напоминаю то, что каждая фигура, каждые 100 пунктов по европейской валюты сейчас будет стоить показатель по инфляции в диапазоне не целых 1 до 500 процентов. На текущий момент инфляция гораздо ниже цены. И если допустить то, что рост евро продолжится дальше, тогда это параллельно станет в течение снижения показателя индекса патилитических цен в инфляции ниже единицы. И если это случится, то ЕЦБ не то чтобы будет повторять позицию того, что экономика нуждается в этих стимулах, мы увидим то, что ЕЦБ расширит программу количественного значения на 15 или 20 миллиардов евро. Это тоже вполне реально, вы про это не забывайте. И также не забывайте о том, что даже мы сейчас можем не понимать о том, насколько ситуация уже критична для самого европейского центрального банка. Если она критична, значит в любой момент может произойти что-то, что риск обвалит курс европейской валюты. Самый верный способ и самый лучший инструмент дождаться – это валюта интервенции. Поэтому на текущих экстремумах допускайте, имейте в виду, торгуя особенно через рост европейской валюты, без контроля рисков, что если евро окажется в числе аутсайберов, европейская валюта вообще может их возглавить. И потери могут оказаться существенными несколькими процентами по курсу против доллара. Так, ну немножко мы затянули снова по европейской валюте. Хотелось мне еще отметить про, собственно, статистику по запасу. Ну хотя мы про нее уже говорили. По нефти я делал оценку, что запасы и по версии административной информации выросли. Хотел еще бы рассказать про последствия урагана Ирма, но это только моя субъективная оценка. Я тогда давайте приберегу все, чтобы больше не занимать ваше время. Тем более, что будем встречаться с вами на брифингах и будем обсуждать эту тему, скажем, в более актуальных красках и тех официальных оценках, которые наверняка уже начнут покупать завтрашнего дня по поводу того, к чему привела Ирма, сколько будет стоить американская экономика и управляют эти дополнительные праты на решение по лимиту потолкового государственного долга. В связке мы работаем с этим фундаментом. Значит, мы работаем с рисками для доллара и понимаем, что он пока что с покупками доллара, так же, отпешить не стоит. По важным отчетам текущей недели, завтра у нас данные по инфляции по Англии. Супер важный отчет, конечно же, еще более крутой день у нас будет в четверг, но завтрашняя статистика важна чем? Если индекс потребительских цен укажет на рост, здесь для фунта, на мой взгляд, будет уже все предопределено. При резком росте инфляции, либо, по крайней мере, нахождении индекс потребительских цен в диапазоне 2,8% это то, что ставит под сомнение возможности повышения процентных ставок. То есть, на этом фундамент циклироваться будет нельзя. И я очень делаю большую ставку на то, что на этой неделе нам поможет статистика, потому что статистики важных в Англии мы с вами не получали очень и очень давно. Эта статистика собственно этих отчетов в ходе текущей пятинетки будет предостаточно. Собственно, фунту мы сегодня ввели уже статус одного из самых основных, самых потенциальных важных и интересных с точки зрения волатильности активов. Если вы спекулируете этой валютой, то тогда вы знаете, что придет и к чему готовится. Если не спекулируете, обратите на нее внимание. И сразу хочу сказать, попробуйте продавать через ASEL, потому что считаю то, что он будет крайне расширован фундаментом в текущие пяти дни. В среду у нас индекс цен производителей из мини-запаса от нефти нефти нефтепродуктов и уровни для работы по Англии. Индекс цен производителей – это отчет, который будет предварять выход данных по инфляции. Собственно, так же, как и отчет по индекс цен производителей только в Еврозоне. Вы помните, что на прошлой неделе у нас был релиз, который указал на снижение индекса цен производителей, и на основании этого мы предположили то, что Европейский Центральный Банк пересмотрел прогнозы по инфляции. Так оно и произошло. Может случиться нечто подобное сейчас. Индекс цен производителей позволит нам понять, к какому акценту готовится в четверг. Собственно, в четверг – это уже официальные данные по инфляции. Переоценить значение этого новостного фактора и он будет просто невозможно. Напоминаю, что низкая инфляция для представителей ФРС – это единственное, что многим позволяет сейчас оправдать то, что не отдают они свой голос за повышение процента ставки. Но в то же время, ссылаясь на представителей американского регулятора, можно увидеть следующее дополнение к тому, что они говорят, что если слабость инфляции будет временной, то тогда они готовы вернуться к обсуждению более жесткой монетарной политики и к минимуму еще одному повышению процентной ставки. В данном случае мы ждем повышения процентной ставки с вами в декабре, даже несмотря на то, что происходит сейчас. Я верю в то, что доллар порадует нас еще мощным фундаментом и верю в то, что мы еще сможем попробовать заработать на росте этого актива против японской валюты. Потому что не может японская валюта пользоваться на протяжении всего года той поддержкой, которой я вам говорил. Уже полгода, собственно, этого роста, на мой взгляд, достаточно. Нужно уже искать основания для обратной динамики. И сетябрьское, опять же, заседание ФРС, заседание на следующей неделе, и решение по сокращению баланса может стать первой важной вехой, опять же, в новую историю уже раскручего доллара. В четверг супер много отчетов по Англии, собственно, поэтому мы называем их «День суперчетверг». Планируем в объем покупки активов, решение поставки, протокол, голосование по поводу того, что будет с денежной политикой дальше. Также там прогноз по инфляции. Это все в четверг, поэтому рекомендую вам не пропустить наш брифинг, который состоится в четверг в 9.30 по московскому времени. Мы попробуем подготовиться максимально, скажем, к этим релизам и еще раз обсудим то, что нам ждать. Ну, уже отметил, когда мы говорили про инфляцию, то есть, когда готовились на прошлых слайдах к релизу завтрашнего дня, то, что фунт – это аутсайдер, и, надеюсь, то, что британскую валюту с текущих уровней отметки 1.32 смогут снова скорректировать к району 1.37. Что касается торговой сессии пятницы, то здесь снова достаточно отчетов по штатам. Самый важный из них – это розничные продажи. Ну, розничные продажи, они идут прицепом после данных по инфляции. Мы даже по отчету по инфляции уже сможем сделать вывод о том, что отворится с розницей и с расходами домохозяйств. Поэтому этот отчет лишь будет закрепляющим. Соответственно, по инфляции уже будет ясно, есть ли шансы на рост долларов в таком сроке. Либо нам придется ждать следующую среду. Это у нас такое число, получается, в следующей среде – это 20-е, собственно, сентября, когда будет заседать пресс, когда будут в любом итоге двухдневные заседания. И где может появиться первая конкретика по сокращению баланса. Ну, еще отчет BankerFuse по активным инфляционным платформам – это тоже классика жанра. Завершаем мы традиционно каждую неделю этим релизом. Количество платформ увеличивается на одну единицу плюсом за прошлую неделю. Еще одно доказательство того, что ураган Харви, мы пока что говорим про Харви, не повлиял и не сказался на объемы производства нефти. Он только ударил и стал угрозой для нефтоперерабатывающих заводов. С, собственно, Ирмой все может быть немного сложнее, но я буду бежать вас в курсе, если, опять же, мы получим, как спекулянты, через новостные сводки подтверждение того, что без нарушения инфраструктуры, собственно, поехали процессы по нефтедобыче. Если это случится, вы узнаете это от меня, вы узнаете это возможно в новостях, но еще быстрее узнаете о купировках нефти, которые на таком фундаменте должны продолжить движение и оказаться выше 50 долларов за баррель. Это что касается, собственно, фундамента и тех ревизов, которые мы ждем, и сейчас вы на экране видите цели до конца этой недели. Так, друзья, на этом, собственно, все. Если есть вопросы, можете задавать их в облику в общий чат, либо сами в рубрике вопросов, которая вам также доступна. Это поле со знаком вопросов. Так, вижу комментарии. Все правильно. Динамика курса доллара не приведет к каким-то структурным сдвигам показателя государственного доллара. Да, Николай, вы, как всегда, все правильно понимаете, правильно то, что зацепились за эту новость, потому что для доллара знаю то, что вы вроде бы как долгосрочный трейдер и правильно, тем более что фундаментом только такие сигналы и такой торговли и посылает. Есть сейчас только два новостных фона. Это фонд, который предполагает изменение монетарной политики, то, что сейчас в ближайшее время произойдется по полковому государственному доллару. Но, опять же, комментарии по этому поводу могут быть сейчас излишни, потому что само правительство, предрессмены, Белый дом пока что попробовали выдать время и говорили, что вернуться к этому вопросу в середине декабря. Я считаю то, что отчасти разгрузить ситуацию с долгом получится, если ФРС начнет сокращать баланс. Решение об этом может быть принято гораздо раньше, чем в декабрь. Я еще раз напоминаю то, что возможно случиться уже даже на следующей неделе. Если решение по фиксации золотовых инструментов и обменов на ликвидности все-таки станет реальностью для рынка, тогда доллар, ну, вопрос долга можно будет считать решенным уже на 100%, даже заведомо до достижения декабря. И для доллара это, конечно же, мощный триггер роста. Возможно, даже вы так же, как и я, верите, что эта валюта должна расти и тоже ищете соответствующую причин. Причины будут очень скоро. Николай, я надеюсь, что даже хотя бы вашего видения рынка вместе с моими наших вербальных интервенций и ожиданий по этому активу будет достаточно, чтобы в конечном счете увидеть реализацию задуманного не только нами, наверное, но и многими трейдерами, которые, несмотря на те потери, которые несут доллары, все еще продолжают в этот актив. Ну, наверное, чем ниже сберемся сейчас, тем будет приятнее осознавать дальнейшие восходящие тренды и тем больше будет возможность по получению проекта у тех, кто только сейчас на основном, возможности покупки по доллару. Что касается выступления Драги, ну, вряд ли была такая формулировка о том, что безразличен курс евро. Кстати, по поводу цели по инфляции, я так понимаю, то, что вы сейчас пытаетесь сказать про прогнозы прошлого периода, когда были еще надежды в 2018 году достигнуть цели. Тогда прогноз исходил из другого курса, даже на отметке 1.17, 1.08. Сейчас уже мы видим курс на отметке 1.20, то есть процентного выражения очень серьезной коррективы пришлось внести в динамику того, что происходит с евро. И если добавить обычную математику по тому, что происходит с космонациональной валютой, то, как влияет на показатель инфляции, здесь все математика соблюдается. Поэтому я даже в начале, ну, не в начале, может быть, даже в середине, не помню, когда именно делал акцент на то, как рост рынок, в данном случае евро, а скажется на показатель инфляции, он будет стоить, опять же, недостаточный цены меньше на 0.2 процента, каждые 100 пунктов. Поэтому, как ни крути, ну, может быть, и драги просто не имело возможности сказать, что они таргетируют курс евро, потому что это неправильно. Евро – это та валюта, которая отвечает за развитый рынок, развитый рынок такой, как еврозон, конечно же, не фиксирует ни один из ключевых параметров денежной криптополитики, отдает, в прямом смысле, отпускает на самотек под регуляцию рыночных процессов по спросу и предложению. С курсом то же самое. Но у них есть возможности влиять на курс, особенно тогда, когда курс угрожает тем целям, которые были обозначены ранее. Цели по Европейскому центральному банку и по еврозоне вы знаете. Бог с ним с экономическим ростом, с ним уже все более-менее понятно, он не интересует. ИЦБ об этом говорил даже о драге. Но вот инфляция – это по-прежнему основополагающая причина, по которой действуют экономические стимулы. И единственное, что можно было бы заложить в ток, опять, ожидание того, что ИЦБ освернет экономические стимулы – это все-таки ослабление курса европейского валюты и постепенное восстановление инфляции. Но не происходит сейчас ни первого, ни второго. Поэтому, если… Ну, я, конечно же, так, мотивирую. Если рынок вас почти убедил в том, что курс европейской валюты может показаться гораздо лучше в лучших значениях, я вам советую подумать еще раз и вспомнить, опять же, все те доводы, которые приводили вы мне сами неоднократно, опять же, в формате вашей активности на вебинарах. И вы будете четко представлять и видите картину того, что сейчас творится с евро и что может произойти даже не то чтобы в долгосходке, а в среднесрочной посетиве. Ну, хорошее наблюдение по доллару. Да, с американцем сейчас очень много вот этих пробелов. Непонятно, что для доллара может стать нужным, важным и результативным триггером. Но наша задача видеть пока эту поддержку во всем, что может ему оказать. Поэтому давайте, собственно, продолжать это делать. У нас впереди заседание ПДС, у нас все-таки присутствующее еще обещание. Вы помните, по-моему, две недели назад оно позначалось со стороны администрации Трампа о том, что налоговая реформа будет готова эту осенью. Я еще тешу и выращиваю надежды, что это были не пустые звуки и не очередные, опять же, бессмысленные заявления. Если действительно осень будет это еще и интересная карпетика по этому направлению, тогда нам уже можно будет выбирать, что использовать для роста доллара. Опять же, ужесточение монетарной политики либо реформы Трампа. Ну, я думаю, что здесь уже не будет иметь особого значения, какой из этих монетарных событий может показать бойся в поддержку. Самое главное, что это будет поддержка для долларов. Ее остается только дождаться. Николай, большое вам спасибо за активность. Также тем, кто, может быть, захочет еще поинтересоваться какой-то идеей, либо захочет что-то добавить, не забывайте, что у вас есть канал на YouTube, который доступен вам в углосуточном режиме. Можете любое удобное у вас время ставить комментарии там. Я регулярно просматриваю его и в необходимости даю комментарии. Большое всем спасибо, кто присутствовал на вебинаре. Хорошей вам торговой недели. Соответственно, жду вас на брифингах, который проходит каждый день в прямом эфире или в принципе московскому времени. Всего доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова